Общеизвестно, что судьба Великой Отечественной войны решалась на Сухопутном фронте. И основной боевой деятельностью Советского флота было содействие приморским флангам армии в наступлении и обороне. Однако в ночь с 7 на 8 августа 1941 года бомбардировщики морской авиации Краснознамённого Балтийского флота совершили первый советский воздушный удар по Берлину. Около 400 тысяч моряков сражались на Сухопутном фронте. И на море личный состав военно-морского флота также делал всё возможное для победы над врагом. В этом видео я расскажу о трёх моряках Советского флота, их боевом пути и вкладе в победу. Первый из них — катерник «Североморец» Александр Осипович Шабалин, дважды Герой Советского Союза. Уже в первом своём боевом походе, в августе 1941-го, он открыл счёт боевым успехам катерников Северного флота. Командуя торпедным катером ТК-12, Шабалин атаковал ночью немецкий сторожевой корабль, который получил значительные повреждения и был в итоге списан. К началу 1944 года капитан-лейтенант Шабалин выполнил 86 боевых походов, в ходе которых торпедировал неприятельские корабли, высаживал разведгруппы и спасал экипажа упавших в море советских самолётов. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство, Александр Осипович и получил звезду Героя Советского Союза. Второй он был награждён за проведение невероятно дерзкой и блестящей высадки передовой группы прорыва при десанте в финский порт Лина-Хамари. Это было так. В ночь на 13 октября 1944 года пара торпедных катеров, ведущим командовал Шабалин, на самом полном ходу, а для катеров типа Д-3 это порядка 45-48 узлов, ворвались во фьорд, в глубине которого находился порт. Этот фьорд носил прозвище «Коридор смерти» неспроста. Противник открыл ураганный огонь с обоих берегов залива. Прорвавшись без потерь в гавань, с одновременной постановкой дымовой завесы катера высадили десантников под огнём врага непосредственно на причалы порта. Вслед за первой группой катеров к причалам подоспели ещё два эшелона катеров с десантом. К рассвету 13 октября порт был очищен от врага. Черноморский подводник номер один Михаил Васильевич Гришилов. Ещё до войны за свою густую чёрную бороду Михаил Васильевич неоднократно получал от командования замечание, на которое отвечал высоким уровнем подготовки на боевых тренировках, где борода совершенно не мешала ему надевать противогаз. А для экипажа борода командира стала и вовсе талисманом, и её магические свойства подтверждались в каждом из 19 боевых походов подводной лодки М-35 под командованием Гришилова. Осенью 1941-го экипаж лодки Михаила Гришилова впервые в истории Великой Отечественной войны потопил вражеское судно из артиллерийского орудия в надводном положении. В октябре 1942 года капитан третьего ранга Гришилов назначен командиром подводной лодки Ща-215 первой бригады подводных лодок Черноморского флота. В семи боевых походах под его командованием она потопила три судна противника. Одним из них был транспорт ТИСБЕ, который в августе 1943 года направлялся из Турции в Германию. На его борту находилось полторы тысячи тонн хромовой руды, которая предназначалась для производства танковой брони. В непрерывных боевых походах Гришилов провёл в море 259 суток. В 1944 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Антон Иосифович Гурин — первый командир эсминца «Гремящий». Под его командованием эсминец совершил более 40 боевых походов в 1941-1942 годах. 22 августа 1941 года в составе отряда из четырёх эсминцев «Гремящий» вышел в море для сопровождения в порт повреждённой плавбазы «Мария Ульянова». Ведя плавбазу на буксире, «Гремящий» в течение нескольких часов подвергался непрерывным атакам немецкой авиации, но уклонился от всех сам и не допустил прицельно отбомбиться по плавбазе. Более того, зенитчики эсминца прямым попаданием сбили один вражеский самолёт. До весны 1942 года «Гремящий» регулярно занимается обстрелом сухопутных позиций и постановкой минных заграждений. С марта корабль начинает сопровождать союзные полярные конвои. 30 марта во время проводки конвоя Пи-Кью-13 у входа в Кольский залив была обнаружена вражеская подводная лодка. Командир Гурин принял решение атаковать и, несмотря на плохую погоду и сильное волнение, эсминец на скорости в 20 узлов устремился к неприятелю. «Гремящий» сбросил в то место, где погрузилась субмарина 17 глубинных бомб. При этом эсминец настолько зарылся в волну, что она захлестнула ходовой мостик. Тем не менее, бомбометание было успешным. Вскоре на поверхности воды появились масляные пятна и обломки. В сентябре экипаж эсминца совместно с другими кораблями охранения успешно отбивает массированный авианалёт противника на конвой Пик-Ю-18 в районе мыса Канин-Нос. 1 марта 1943 года эсминцу «Гремящий» было присвоено гвардейское звание. К осени 43-го Гурин назначен командиром дивизиона эсминцев Северного флота. За это время и до конца войны в этой должности он командовал с советской стороны 23-мя операциями по сопровождению конвоев. Антон Иосифович командовал дивизионом, вместе с которым выходил в море до самой победы. К этому моменту капитан 1-го ранга Гурин совершил свыше 100 походов, пройдя около 80 тысяч морских миль. Для примера это как 3,5 раза вокруг земного шара по экватору. По итогам войны в июле 1945 года Антон Иосифович Гурин стал Героем Советского Союза. Я вкратце рассказал лишь о трёх героях, которые сражались на море в Великую Отечественную. Но их были тысячи, сотни тысяч. Экипажи надводных кораблей разных классов, от линкоров и крейсеров до малых охотников и канонерских лодок. Подводники, катерники, лётчики морской авиации, бойцы морской пехоты. Неисчислим их подвиг и вклад в победу их неоценим. Давайте не будем этого забывать. С праздником, друзья! С Днём Победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok